Ну, пускай. Поехали. История первая. Похороны — это последняя почесть смертных. А служителей ритуального бюро Ван Шен можно назвать мастерами последнего штриха в книге жизни человека. Традиционные похороны состоят из многих частей. Бдение перед гробом, захоронение, установка мемориальной доски — все эти области подчиняются строгим правилам. Неважно, богат человек или беден, благороден или нет, всем должны быть устроены подобающие похороны. Это и есть сервис, который предоставляет своим клиентам бюро Ван Шен. Управляющий такого почтенного заведения обязан быть эрудированным и обстоятельным. Но в 77-м поколении эта обязанность легла на плечи молодой девушки Ху Тао. В Лио у нее есть определенная репутация, и когда о ней заходит речь, тут уж двумя словами не обходятся. Все хвалят ее ум и сообразительность, но опасаются ее чудачеств. Ведь иногда они приходят все границы. В три года она, стоя на руках, прочла всю домашнюю библиотеку. Шесть лет прогуливала школу, чтобы забраться в гроб и безмятежно там поспать. В восемь лет она стала постоянно сидеть в бюро и изучать правила похорон. Как ни крути, а Ху Тао и сдержанность — вещи несовместимые. В десять лет Ху Тао первый раз самостоятельно подготовила и провела похороны. Все служители и консультанты бюро с замиранием сердца наблюдали за этим действом, будто они стоят над обрывом в заоблачном пределе. Уф. Уф. В три года все книжки. Жесткая-то. А ты что-нибудь запомнила оттуда? Начитанная, эрудированная, говорит. Кто-нибудь вообще помнит, что в три года делал? Да уж. История персонажа 2. К счастью, Ху Тао очень серьезно относится к своему бизнесу. Мы в бюро получаем деньги живых, чтобы провожать мертвых, а потому на нас лежит двойная ответственность, как перед этим миром, так и перед другим. Что касается правил бюро, то здесь Ху Тао очень рассудительна. Каждый день после закрытия она приглашает экспертов в разных областях, чтобы те читали лекции молодым служащим. Традиции похорон — это высокое искусство, и работать по наитию или привычке нельзя. Самый уважаемый из лекторов господин Джун Ли и его лекции неизменно пользуются успехом, а уровень служащих после них заметно повысился. Хотя Ху Тао постоянно подшучивает над старомодными манерами Джун Ли, она доверяет ему больше, чем кому бы то ни было. Ху Тао всегда требует от подчиненных внимательно относиться к просьбам клиентов и не навязывать им скрупулезное следование установленным образцам. У всех клиентов есть свои пожелания, кто-то хочет, чтобы усопший ушел тихо и спокойно, кто-то желает устроить шумные проводы, а некоторым богачам лишь бы пороскошнее. Что и как мы будем делать зависит от их желания. Когда Ху Тао возглавило бюро, его дела пошли намного лучше, а похороны стали проходить так достойно, что даже традиционно избегающие темы похорон жителей Ли Юэ стали относиться к ним немного по-другому. Как бы там ни было, как только служащие отвлекутся на лектора, сама Ху Тао тут же испаряется, как дым от благовоний. Ее увлечения такие же затейливые, как и она сама. На залитом лунном светом причале, среди горных руин, на самой высокой скале стоит силуэт и, заложив руки за спину, читает стихи. Это, конечно же, Ху Тао. Она обожает бродить без дела по ночам, неважно, где застанет ее вдохновение, она невольно начинает слагать стихи. А вот, кстати, в сюжетке она, по-моему, не слагала никакие стихи, да? Че-то вот этот вот момент, по-моему, не показали, не раскрыли. Она обожает бродить без дела по ночам и, неважно, где застанет ее вдохновение, она невольно начинает слагать стихи. Бродячие торговцы останавливались на привал у небольшой беседки в каменном лесу Хуагуан. Нередко встречают загадочную девушку, которая сидит за столиком и веселится сама по себе. Для партии в карты нужно четыре человека, а Ху Тао и сама с собой может играть до упаду. Но какой в этом интерес знает только она сама. Не, по-моему, не было. Ну, Херичару, но Нисан, это понятно. Бродить, играть сама с собой. А может быть, она с призрочками играет. Но это не точно. Поехали дальше. У двери департамента по делам граждан стоят, словно живые, два каменных льва. Грозные символы власти. Но проходившие мимо Ху Тао так не показалось. Она внимательно их рассмотрела, призадумываясь о душе, захохотала, хлопая им по лапам. Потом Ху Тао часто приходила их навестить, гладила их по голове, бормоча что-то себе под нос. Она не только с ними болтала, но даже дала им имена. Левого она назвала Кис-Кис, а право Мяу-Мяу. Но дошло до того, что она прихватила из бюро ведро и щетку, и тщательно их помыла. Были статуи и стали домашние животные. Недалеко от департамента, у шатра Синьюя, на подаяние жителей Льюи, живет цветастый котик. Как-то раз поиграть с ним пришли местные дети, заметный контраст с Ху Тао. Не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Ху Тао уверенно заявила, ваш кот, конечно, очень милый. А мои львы не милые, что ли? Шерсть у них жестковатая, но тоже пушистая. Главное, чтобы питомцы приносили людям радость. А по импозантности с Кис-Кисом и Мяу-Мяу никто не сравнится. Стоит ли говорить, что такое разъяснение изрядно озадачивало людей? А уж сколько от нее натерпелись стражники департамента, кто бы мог подумать, что тихие полуночные шаги за дверью принадлежат не вору, а молодой девушке, которая пришла поиграть со своими львами. Но только все с большим трудом. Все с большим трудом привыкли к ее проделкам, как у Тао внезапно пропало. И стражникам снова пришлось мыть статуи самим. Долго они поджидали Ху-Тао, и наконец на дороге показался знакомый силуэт. На свой вопрос о том, почему же она больше не приходит, они получили неожиданный ответ. Кис-Кис и Мяу-Мяу совсем уже выросли и могут позаботиться о себе сами. Простите, но я тороплюсь на встречу со статуей Архонта. Реально какую-то херню делают. Диона ждет свое часом. Да, Диону тоже надо почитать, это правда. У нас остались Диона, Нинка... Эм... Вентир... Рейзер. Недавно его качали как раз. Диона, Нинка, Вентир, Рейзер. По-моему, это все. Ты записываешь это все куда-нибудь, как читаешь? Все это на Ютуб идет, конечно. Так, история персонажа 4. Вскоре после знакомства Ху-Тао в одностороннем порядке решила подружески похоронить Ци-Ци. Мона у меня нет Моны, и Джин Ли у меня нету. Ну, типа, что поделаешь. Она долго составляла план и вычисляла. Благоприятствующий день. По задумке Ци-Ци надо было по всем правилам кремировать, а затем впихнуть в заранее приготовленный за городом курган. Если бы не Байджу, то так оно могло и случиться. Каждый раз он успевал, когда Ци-Ци уже была плотно укутана в саван так, что торчала только голова, которая с недоумением смотрела, как Ху-Тао старательно копает яму для кремации. После этого Ху-Тао писала ей слезливые письма, где многократно извинялась, что слишком медленно копала, что опять не смогла предать тело Ци-Ци земле, что так и не помогла ей обрести вечный покой. Ху-Тао очень жалела Ци-Ци. По ее мнению, она очень страдала, ведь скончавшись так и не смогла покинуть этот бренный мир. Байджу же, напротив, после встречи с Ци-Ци стал с пущим рвением стремиться к секрету вечной жизни. С таким дерзким пренебрежением к законам жизни и смерти Ху-Тао смириться никак не могла. Она заботилась не только о благополучии своей подруги, но и о балансе жизни и смерти. Но Ци-Ци не соглашалась, она боялась смерти, она ненавидела Ху-Тао. Это противостояние длилось так долго, что однажды на Ци-Ци снизошло озарение. Она смогла запомнить, куда можно спрятаться от Ху-Тао, чтобы та ее не нашла. Похоже, что именно заметив это стремление к жизни, Ху-Тао решила узнать побольше о прошлом Ци-Ци. Несчастный случай, тайна адептов. Все эти совпадения оставили Ху-Тао в нерешительности. Ци-Ци так хочет жить, как же можно ее закопать? Остается только принять ее как уникальное исключение. После этого отношение Ху-Тао к Ци-Ци полностью изменилось, и она стала по-настоящему заботиться о ней. Но, к сожалению, для Ци-Ци Ху-Тао уже стало символом несчастья. И на то, чтобы прошлые обиды забылись, могут уйти годы. Ну да, у нее же где-то записано, наверное, что вот, остерегайся Ху-Тао. Поосторожнее, Ху-Тао. Не подходи к ней, она тебя закопает. Жаль, что не успела, хоть Ци-Ци падать бы перестала. Еще чаще бы стала падать. По-любому. Вот точно. Кто там спрашивал про этот? Crazy Soul. Если что, у меня даже на ютубчике есть отдельный плейлист со всеми. Вроде бы всеми, вроде бы я ни один не пропустил. Со всем осмотром персонажей. Ну, вернее, прочтением их истории. Так что, можно там смотреть. И пятая история. Больше всего Ху-Тао прославилась не как хозяйка бюро, а как поэтесса. Она называет себя поэтессой темных переулков. Каждый раз она бродит по улицам, и стишки сами слетают с ее губ. Даже если захочет, не может остановиться. Ее самое известное произведение — Хелиада. Ее любят не только в гавани, она добралась аж до деревни Ценце. Это что-то про Хеличурлов? Потрясенные легкости стиля и глубиной смысла Хелиады поклонники и рассказчики ломанулись в книжный магазин Ван Вэнь в поисках произведения этого великого поэта. Но к большому их огорчению сборники стеклов Ху-Тао пустяки Льюи и о повседневной жизни еще не вышли. Вечно торчащий в книжном магазине Синцу тоже захотел взглянуть на талантливого чудака и все, выбирал подходящее время нанести визит. Они сразу же нашли общий язык и стали импровизировать во внутреннем дворе бюро, обмениваясь опытом. Тщательно выстроенные традиционные строфы Синцу Ху-Тао парировала своими остроумными и причудливыми стихами. Это что, новый пейринг? Синцу и Ху-Тао? В чепухе глубокий смысл есть, в нелепости найдется рифма. Легко понять, легко прочесть, намного лучше древних гимнов. Синцу то плакал, то смеялся. Новичок, не зная правил, победителем остался. Их состязание закончилось в самой дружеской обстановке, и впредь, когда у них выдавалось свободное время, они частенько встречались, чтобы вместе посочинять стихи. Часто в это дело в роли судей втягивали Чунь-Юня. И тогда голоса и смех трех друзей разлетались по всем переулкам, словно осенние листья. Это двуслойные. Эти двуслойные стихи тоже были подхвачены случайными слушателями. Если на улице вы услышите стих, будто слепленный из двух половин, одной строгой и торжественной, другой лукавой и остроумной, то, скорее всего, это плод игры Синцу и Ху Тао. Самый первый пэринг. Неудивительно, кстати, что его запихнули к ней в баннер. Ну, помимо того, что это лучший саппорт под саму Ху Тао, так у них еще и сюжет тут переплетается между собой. Лучшие подружки, донимающие Чуня. Кек. Записано в озвучивании о Ху Тао, на этом мы еще посмотрим. Шляпа с гексограммной гармонией. Ну, кстати, шляпа у него действительно интересная. Что это такое? Ху Тао неизменно носит кепи из плотной ткани с гербом бюро. Говорят, что она досталась ей в наследство от 75-го управляющего бюро, то есть дедушки. Но тот был очень крупным человеком, и голова его была чуть ли не в два раза больше, чем Ху Тао. Помните, я когда в первый раз увидел Ху Тао, я, по-моему, сразу сказал, что шляпа у нее, конечно, слишком большая, скорее всего, от кого-то из предков осталась. Она потратила целый день, чтобы перешить кепи под себя, и теперь всем подряд рассказывает, что шапка эта волшебная. Она отгоняет зло, притягивает добро, и все в таком духе. Служители бюро слушают да посмеиваются. Тем не менее, любовь 77-й управляющий к своей шляпе ни у кого не вызывает сомнений. Даже возвращаясь поздней ночью домой, сквозь ветер и дождь, вся покрытая грязью Ху Тао позаботится о том, чтобы на шапке не было ни пятнышка. Цветы, сливы сбоку, она собирает с деревьев, которые сама и разводит. Сделать такие же очень просто. Высушите свежие цветы, покрасьте, покройте лаком, прорисуйте контуры тонкой кистью, просушить на солнце, 3 дня модный аксессуар готов, цветы приятно пахнут, а на ощупь как шелк. Прикольно, еще и цветочки сама делает. А Кэпи на крит шанс или на крит урон? На хп, конечно же. Ты думал, что у нее такое базовое хп большое? За счет шапки. И глаз бога. Рассказ стоит начать с похорон дедушки Ху Тао, тот самый дед из 75-го поколения. За 10 дней, ну, глава, наверное. За 10 дней до похорон старший Ху скончался от болезни. Грандиозные похороны 75-го управляющего бюро, согласно воле самого усопшего, провела его внучка Ху Тао. Будущая хозяйка, 13-летняя Ху Тао, сама выполнила все надлежащие приготовления и к величайшему удовлетворению служащих в бюро выполнила их безупречно. После похорона она взяла свою дорожную сумку и выскользнула в ночную тьму. С собой у нее было лишь немного сухарей, вода и огниво, но направлялась она к невиданному и загадочному рубежу. Идя прямо от склона у ванн, может дойти до грани, черты, которые отделяют жизнь от смерти. Правляющий бюро Ван Шен передает этот секрет из поколения в поколение по легенде. Там можно встретить души покойных родственников и духи тех, кого удерживают на невоплощенные стремления. Ху Тао же стремилась сюда, чтобы в последний раз увидеть дедушку перед тем, как он навсегда ее покинет. Мне кажется, не увидела. Скорее всего. Через два дня непрерывного пути она наконец достигла грани, но найти деда не смогла. Вокруг нее кружились бесчисленные духи, некоторые торопились в мир иной, некоторые со злобными лицами рыскали кругом. Но дедушки среди них не было. Она искала его весь день, пока не уснула от изнеможения. Проснулась она уже глубокой ночью, ее одежда вся промокла от росы. Рядом было лишь несколько одиноких духов, которые, хлопая в ладоши, смеялись над ней. Глупая девчонка, откуда бы ему здесь взяться? С чего ты решила, что сможешь найти его? Ху Тао не поддавалась, она продолжала ждать день за днем. Еды осталось все меньше, вода была уже на исходе, а дедушка так и не появился. К ней подошла старая женщина, которую она прежде никогда не видела. Увидев изназренного Ху Тао, она сказала с улыбкой, какая ты упрямая, совсем как старина Ху. Жаль только, ни один из управляющих ваншен не станет здесь блуждать. В вашем роду все отличались прямотой в словах и в поступках «Возвращайся, возвращайся домой». Загадочная женщина поклонилась, и, перейдя грань, пошла вдаль. Глядя на ее исчезающий силуэт, Ху Тао почувствовала, как среди останков ее сомнений зарождается ощущение покоя. Она наконец осознала, дедушка не появится, ведь он сразу же пересек грань и направился в уготованное место. Всю жизнь он был честным человеком, и после смерти не могло у него быть сожалений. Так зачем самой сожалеть о его уходе? С улыбкой Ху Тао отправилась домой. Сюда она шла под неверным светом луны, и теперь же ярко сияло восходящее солнце. По дороге Ху Тао думала о словах, которые часто повторял дедушка. «Время жить — живи, пора умирать — умирай». Дело человека — следовать за сердцем. Когда Ху Тао вернулась домой, был полдень. Она перелезла через стену внутреннего сада, прокрываясь в свою спальню и распаковала дорожную сумку. Ее припасы давно закончились, но в пустоте рюкзака что-то было. Там безмолвно переливался глаз бога. «Возможно, Ху Тао — одна из немногих живущих, осмелившихся задержаться на грани, заинтересовала какого-то неведомого бога. Возможно, этот подарок небес — абсолютное признание ее». Какой долгий сюжет, но вполне логичный. Вполне логичный, да. Ху Тао минимум 13 лет запишем. Хороший долгий, прям много про нее рассказали. И то, что стихи она сочиняет, и то, что она начитанная, и то, почему она так серьезно относится к своей работе, то, что передал ей эту... Ну, работу и любовь, можно сказать, ее дед, который тоже был очень такой работяга и прямолинейный, и вот это вот все. Так-то да, да. Хорошая сюжетчика и про шляпку узнали. И про Хиричарно Нисан Бьёки Нинато. Так, эй, управляющий. Так, нет, стоп. Эй, а зачем тебе управляющий, а? А, ты не знал? Управляющий бюро в 77-м поколении. Ху Тао, то есть я. Но, судя по твоему виду, свежее лицо, ровная осанка. Ага, это явно не рабочий визит, да? Поболтаем. Ритальное бюро ванчин. Зайдем ко мне на чай. Хе-хе-хе. Клиенты. Раз, клиент. Два, клиент. Три, клиент. Вот эту фразу я слышал по миру. Сейчас бы клиентов считать. Отдых. Хм, вышло солнце, загорай на солнце. Вышло луна, загорай на уни. Чего? Окей. Ну, это довольно фановая, кстати. Фазочка, когда она ее начинает напевать. Миталь, привет. Когда идет дождь? Э. Гадство. Мендоксайна. Прям как будто не ее голос, кстати. Мендоксайна. Когда гремит гром? Гром гремит. Пора бежать. Когда идет снег? Ого, снег. Гадует ветер. Хотя, может быть, как раз в ее стиле. То есть, она очень коротко отвечает на все, но очень так экспрессивно получается. Гадует сильный ветер. Ух, шляпу сейчас сдует. Доброе утро. Будь здоров, вставай пораньше, ляжешь поздно, страдай дальше. Добрый день. Победала? Го-хан-таби-та. Го-хан-таби-та. Добрый вечер. Вышел воно, и мы как она. Спокойно, и чем? Уже засыпаешь? Отдыхая, я пойду еще прогуляюсь. Ахутао имя? Ахутао, значит, хоронить умерших трупы абсолютно обязательно. Не смешно. А, видеть там какая-то считалочка получается. Ху-ху-ху-ху. Три раза повторяю. Чуть типа того. Реклама закрывает. Ну, sorry. Эту я двигать не могу. Ахутао любимые трюки. Сейчас фокус покажу, смотри. Огонь. А теперь вжух огненная бабочка. Лети бабочка. Любопытство. Ты ведь много где побывала и много видела. Расскажешь как-нибудь. А нас ночь. Днем делай что хочешь. А ночью давай поосторожней. Не делай глупостей, пока меня нет. Кого чего вы не видели? Про имя? Ничего. Я же прочитал. А, ну еще давай поосторожней. Не делай глупостей. Ага. Ассистент. Нужна помощь? Помощь нужна? Вот и я. Если надо помочь, то я изо всех сил. Без отмазок. Нет, Миталь. Японский классный. Не надо тут. Бой. Сражаться так утомительно. Для меня это не цель, а способ. Для достижения цели нужен способ. Так что драка. Это способ защитить то, что я не хочу уступать. А в этом мы с тобой похожи. Глаз Бога. Глаз Бога. А, это штука. Да есть, ладно. Ну и поделимся. Начатое дело доводит до конца. Ритуальное бюро Ван Шен особенное. На наших плечах лежит двойная ответственность. Наше дело сделать так, чтобы клиенты из обоих миров были довольны. Уже это читали? Окей. Интересные вещи. Некоторые цветы растут только под лунным светом. Знаешь таких? Нет, в следующий раз я тебе покажу. Джон Ли. Джон Ли выглядит молодым, а по характеру кажется таким древним. Все знает, ко всему безразличен. А вдруг он... Ладно, забудь. А вдруг он Архонт? А вдруг он Адепт? А вдруг он просто старик? Вдруг он просто дед? Ци-ци. Где Ци-ци? Быстро признавайся. Мне нужно ее спрятать. Почему она... Да. Нано-чан. Нано-чан. Абайджу? Байджу, а? Скользкий тип. Миндексай. Нингуан. Воль небес Нингуан очень богата, очень ясный. Сама красива, как цветы персика. Мингун знает все, и ничто не ускользнет от ее взора. Обида. Плея все знают Бейдо. Она меня не знает, но это ничего, главное, что я знаю ее. Эх, я так хочу с ней подружиться. Ну, кстати, Бейдо с фото могут работать, в принципе, на перегрузах. Особенно против фатуистов. Чтобы их станет отталкивать. А Синсу? Говорят, господин Синсу пишет книгу. Обычную или мистическую? Думаю, стоит рассказать ему кое-что из того, с чем я сталкиваюсь каждый день. Хорошая получится книга. А Чуня? Позитивная энергия и баланс между инь и ян. Кто мог подумать, что такие люди существуют в этом мире? А Сяо? Что я знаю об адептах? Ой, это большой секрет. Не спрашивай меня о таком. Все знаешь? Акацин. Ифритовое равновение коксей. С ней тяжело общаться. Она такая серьезная, что мне аж пошутить хочется. Она же не стукнет меня по голове своим мечом за это, да? Не стукнет. Она может. Ясно, фанатка. Фанатка Сяо? Фанатка адептов в целом? Хозе? Хозе, хозе. Асянлин, Сенлин такая забавная. Только скажешь, буа, она уже подпрыгивает от страха. Я поскольку работаю в специфической отрасли и люблю таких людей. Но нужно знать меру, а то губы меня когда-нибудь поджарят. Минус шляпка. Ну или цветочки на шляпке, как минимум. От губы. Узнать побольше. Продолжение. Продолжение. Хильчурова заболел. А второй на то смотрел. Третий снадобья искал. А четвертый помогал. Пятый помер. А шестой. Ой. Пэтессы со темных переулков. Это я. Я считаю, что в работе в ритуальном бюро Ван Шен нет ничего сложного или страшного. Только хлопотно бывает. Жаль, что другие этого не понимают. И когда видят, как мы ночью выходим на работу, он начинает бояться. Эх. Все из-за непонимания. Могилки копать. Я 77-я, хотя в ритуальном бюро Ван Шен. А мой дед был 75-м. Моей первой работой стали похороны дедушки. Неожиданно, да? И вот так незаметно пролетело несколько лет. Да, время так быстро лежит. Не, подожди. А, твоей первой работой в качестве 77-й? 76-я, как же. Про родителей вообще ничего не сказано. Это странно. И нам говорилось, что вообще первую работу она где-то в 10 лет сделала. Это был не дед вроде бы. А в 13 вот уже у нее дедушка умер. Во всем должен быть баланс, но следует помнить, что судьба изменчива. Нельзя предугадать смерть, но она действует по своим правилам. Запомни, никто нигде и никогда не должен насмехаться над смертью. Только зная и уважая ее, ты можешь познать истинную ценность жизни. Дед не работал же до смерти. Не факт. Первая работа в качестве именно главы. ХЗ, может быть. Хоби Хутао. Чистое небо над морем безбрежным. Ярко сияет луна в вышине. Такие моменты так и хочется написать пару стихов. Беспокойство. Эх, мне нужно идти веселое занятие. Безделие хуже смерти. Любимая еда? Пельмешки с креветочками. Ух, вареная рыбка и пельмешки с креветочками. Эти гёза, гёза, гёза с креветками, офигенная штука. Нелюбимая слизь слайма, обжаренная с цветами цинь-синь. Ты месться, блин, да? День рождения. Сегодня звезды ярко сверкают на ночном небе. Фаза луны прекрасно. Наверняка сегодня особенный день. Ммм, что же это за день? А я знаю, знаю, это твой день рождения. Действительно особенный день. Возвешение. Эй, что произошло вообще? Эта фраза надо какой-нибудь записать. Ух, это было здорово, спасибо. Кульминация. Кто бы мог подумать, что я охотался, он такой сильный. Энергия бьёт ключом, а сердце рвётся в небо. Как же здорово. Ну, кстати, странно, что про родителей ничего не сказано. Ну, хорошая, интересная история. Вполне такая. Годная и долгая. Очень много про неё написано. Классно, классно, понравилось. Давайте теперь, как обычно, какое-нибудь оружие. Ну, какое же ещё? Посох Хомы, конечно же. Пламенем выжги нечистая. Пусть грязь и пороки с сиянием огня взметнутся к небесам, что выдержат всё. Некогда, во времена упадка и пороков, огонь этого ритуала вспыхивал всюду на континенте. И то были огни моления о благословении и об изгнании зла. Такой огненный ритуал был популярен в далёкой древности, в эпоху скандалов и расприй. Фантазии, несбыточные мечты мёртвых божеств, могли превращаться в эпидемии, подпитываемые злобой и ядом. И они забирали с собой ушедших от них людей и не успевших последовать за ними детей. В то время доктор, спасавший от смерти, услышал в подобном багровом закату пламени тихое пение бурлящего масла и трещащего сена. Лишь необузданное пламя может очистить небо и землю. Ярко алым светом полыхает хворост, прочь уходят от его огня злые силы. Доктор, держа в руках испачканный красным посох, сжёг загрязнённые злые вещи. В прошлом, окутанным злом и несчастьем покойник, не вынесший бремени глубокой скорби, превращался в огне в пепельно-серых бабочек, сбросив путы страданий и несчастья, что принесло ему смутное время. И доктор, что зажёг бесщетное количество хвороста, масла и сена, говорят, в конце концов стал дымом, подобно витающим над пеплом бабочкам. Пусть даже этот ритуал вслед за течением времени и приходом мира был предан забвению, при встрече с чёрным как смоль божеством, что несёт угрозу, человек с огнём в сердце всегда услышит, как тихо поёт пленяющий своей красотой огонь. Лишь необузданное пламя может очистить небо и землю. Вот так вот, борьба с демонами, со злом. Может быть надо посоветовать Сяо этот посох в руки взять, а? А? Ну, Сяо отлично сидит. Играется, в принципе, с посохом Хомы. Ну, нормально, неплохо, неплохо. Ну и в принципе он такой огненный посох, как раз для Ху Тао с её бабочками, с её огнём. У них там дастрендинг какой-то, ага. Давайте ещё что-нибудь из копий. В Фавоне мы, по-моему, уже читали. О, каменное. Каменное копьё из новиночек. Которое я никогда не прокачаю, потому что оно у меня всего лишь первой пробуды. Мне кажется, не столько борьба с демонами, как с конь чумой. Ну, демоны чума. А они её разносят. Любимое оружие древних милилитов. Изготовлено из серебра, найденного в каменном лесу. Так а чё же они раньше носили такую крутую пушку, а теперь с копьём милилитом ходят? Ну, тупые. В каменном лесу гуюнь. Способная пронзить даже чешую дракона. Это оружие, тем не менее, оказалось слишком тяжёлым, и милилиты им больше. Ага, вот оно что. Качаться надо! Я вот сегодня утром в зал ходил. А? И вам качаться надо. С древности милилиты были верны властелинам камня, и девизом их была фраза. Пока милилиты на страже города узланят шансов, будем щитом для родных земель, отныне и впредь оградимых от тьмы и усмири монстров. В прошлом они посвятили себя истреблению демонов и защите дорог и земель. Сейчас, в мирное время, основной своей задачей они считают поддержание порядка. Некогда в прошлом земля и горы многократно сотрясались. Милилиты выдали своим самым крепким воинам оружие родом из древних эпох. То были ужасно тяжелые копья милилитов, которые использовались в качестве копательного инструмента для спасения раненых. Копье милилитов столь острое, что может пронзить гору. Если тысяча воинов станет в строй с этими копьями наперевес, то они будут непобедимы. И вот оно объяснение, почему пробуждение наставления камня и почему персонажи сильнее от количества ливешных персонажей в пачке. Однако, в еще более далеком прошлом, в смутную эпоху войн, каждый милилит был достаточно силен, чтобы управляться таким тяжелым копьем. Так они защищали земли властелина камня в свою родину. Тысячи человек, вооруженных острыми копьями милилитов, вставали плечом к плечу и смело двигались вперед, ограждая земли от зла. Интересненько. Так, все копии я, по-моему, читал. Я не уверен, но... Читал я в пику. Здорово, слайки. Сейчас посмотрим, дочитаем только. Как жизнь? В прошлый раз спросил тебя оценить Делюка. Теперь попрошу оценить Сяя. Я чуть его вкачал по сравнению с прошлым разом. Если есть время, то вот. 708 миллионов 827 тысяч 806. Сейчас я вспомню, читал я в пику полмесяца или нет? Люди со всего свет стекаются в Гавань-Лью, и это гордость торгового порта. Да, читал, по-моему. Наконечник узкий, длинный, как игла. Помню, помню, помню. Да, пику читали, драконии, скорее всего, читали, Фавони читали. Может быть, драконий не читал, не помню. Просто надо уже копии это читать. Мечтал, что однажды в месяц пойдет далекое путешествие в землю. Открыв глаза увидел небо над горными пиками. Путешествие окончится, окончено. Передаю вам. Очаровательный поэт, прощай, прекрасный дракон. Нет, по-моему, не помню, кстати, не помню. Читали Копье против Салаймов? Нет, но надо будет, наверное, как-нибудь. Ну ладно, на этом, наверное, все. По сюжету и копиям. Продолжение следует.